Въездной и внутренний, промышленный и культурный, спортивный и религиозный. Туризм способен удовлетворять потребности и желания каждого человека. Бобруйская крепость, легендарная социалка, еврейский дворик – это минимум, который привлекает не только белорусов, но и зарубежных гостей. О том, что уже сделано и чего еще не хватает Бобруйску, чтобы все больше гостей посещали город на Березине, сегодня обсудили на сессии Горсовета. Ее посвятили экономически выгодной и прибыльной сфере. Сегодня, изучая данный вопрос, я бы хотел, чтобы мы с вами определили те позиции, которые связаны с тем, что необходимо сделать у нас в городе для того, чтобы развивать туризм и чтобы эта отрасль нашла достойное место в развитии непосредственного города Бобруйска. Развитие инфраструктуры, модернизация и реконструкция архитектурных изюминок города, укрепление материально-технической базы и благоустройство городских территорий – это только малая часть того, что делается городскими властями для создания благоприятного туристического климата. За полгода на это ушло 3 миллиона рублей. Чаще всего город посещает туристы из Российской Федерации стран Прибалтики, Израиля, Германии. Наибольшим спросом среди иностранных туристов, прежде всего, россиян пользуются санаторий города, который привлекает оптимальным соотношением цены и качества оказанных услуг. За первое полугодие 2019-го услугами Бобруйских здравниц воспользовалось без малого 2,5 тысячи туристов. Санатории города уже превзошли свои прошлогодние показатели. Причины успеха просты – обновляется жилой фонд, медицинские кабинеты и, главное, повышается уровень обслуживания. За 6 месяцев наш уголок посетило около 10 тысяч гостей. В бюджет поступило более 2 тысяч долларов туристических инвестиций. Однако, по словам градоначальника Александра Студнева, нам все же есть к чему стремиться, чтобы Бобруйск точно стал новой меккой на карте Беларуси. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.